Когда летом Молдаванка собирает виноград Я бледнею, я краснею Захотелось ей сказать Станем над рекою Зорьки летние встречать Раскудрявый клён зелёный, лист резной Я влюблённый и смущённый ты тобой Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый резной Раскудрявый клён зелёный, лист резной Я влюблённый Молдавий Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Захожу ему в хвост, а он сзади как елки-палки, хвостом помахал, только и видел. Слушай, ты почему так оторвался далеко? Да понимаешь, показалось, заклинило пулеметы. Ну, давай заправляться. Продолжение следует... Продолжение следует... Садись, что видел? Видел, как дымил один здорово, а вот как падал не видел. Не то. Разрешите? Ты что видел? Из первой девятки завалили два лапотника, остальные драпанули. Не то. Вано, что видел? Нас сажали четыре фокера, но мы все же выкрутились и к вам. Я сбил! Я сбил! Я сбил, товарищ командир! Ай-яй-яй-яй! Что ты натворил? Придется родителей к директору вызывать. Завтра. Точно. Честное слово сбил. С испугу, наверное. Поздравляю с первой победой. Но, между прочим, Иван Федорович, сбивать самолеты противника, это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел? В бою? Ну, да. Не подсказывай. Привет, вторая. Дай молочка попить. Живой? Лапку подломал? Десять пробоин, бак вырвало, а у меня не царапинки. Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Э, нет. А воздух другой. А небо голубее, и земля зеленее. Командир, насчет зелени у нас в Сибири. Ну, зачем, дорогой Сибирь? Проезжай по курьями. Ты там посмотришь, что такое зелень. Там гора. Ты Енисей видел? Не видел. А ты Цханискаль видел? Поехали. Тихо. Жаворонок. Поехали. КОНЕЦ 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 Достань, 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 кубнову! Первую дай! Дай первую скатрилью! Первую скатрилью дай! Товарищи, лёточки, прошу не расходиться. Потом. Капитан Дементьев, ко мне! Дай первую скатрилью! Потом, потом! Доварищ командир, прибыл у пополнения. Что будем делать? Поднимай третью. Я первый, девятый! Отзовись! Нет, эта рация слабоватая, не потянет. Слабоватая, слабоватая! Достань сильную! Так вырви в дивизии! Ты же сейчас не балалайка! Маэстро, отзовись! Маэстро, маэстро! Маэстро, я первый! Маэстро, отзовись, я первый! Маэстро, отзовись! Кэмх Командир, чудес не бывает. Уже 30 минут прошло, как у него кончилось горючее. Может, займёмся пополнением? Их надо распределить по эскадрильям. Живых к живым всегда распределить успеем. Товарищ гвардии майор, в дивизию выпросил новую комедию Джорджа из Зинки Джаза. Дали нам, а 125-й полк перехватил. Это доложом грабёж. Что перехватил? Из Динки Джаза. Какого Джаза? Из Динки. Марш! Почему все на КП торчите? На ужин всем. А тебе что, особое приглашение нужно? Это ты, Сергей. Он приказал мне уводить всех. А я ведь ведомый. Я не должен был оставлять его одного. Не казни себя. Приказы надо выполнять. Знаю. Иди на ужин. Вечер завтра будет. Наверное. Сорок семь минут. Мне надо штуцер поменять в движке. А кладовщик не даёт. Пожалуйста, прикажите ему. Ты бы всё тянул, дотянул своём, Алёшке. Так весь полк без запчастей оставим. Ладно, скажи, что я приказал. Жорж из Динки Джаза привезли. Камень, говорят. Да. Ладно тебе. Ладно тебе. Будет. Свободна? Занято. Разрешите? Сказал же занято. Слушай, пойдём? Угу. Месерый! Макарыч! Принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается. А я для нашей девятки, что цера выбил? А девятка тю-тю. Все прилетели? О. Так чего ж ты мрачный? Девятку жалко. Товарищ командир, при выполнении боевого задания был сбит. Через линию фронта не дотянул, плюхнулся. Выручила пехота, как раз атаковали. На аэродроме подскока ребята мессер подарили. Новенький. Здорово, батя. Здорово, чёрт везучий. И парашют тю-тю. Все, вторая репетировать. Пошли. Все, кто отличает ноту до от ноты фа, за мной. Ох, уже-то самодеятельность. Личный состав должен отдыхать. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта. Мы, чем нас передышка, Сам повернёмся к морям. Бом, 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 бом. Бом, вечерний звон. Бом, вечерний звон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детский сад до непополнения. За мной! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравия желаю, товарищ командир! Тренируешься? Так точно! Развивает вестибулярный аппарат. Тренируйся! Смирно! Вольно, казаки! Так что там на музыкальном фронте? На сольницком полянском. Слышали? Синий платочек. Землянка! Разрешите стать втрое? Разрешаю. А что это вы там напевали? Триам-там-тарадам-тири-дари-дари-дарам. Смуглянку, товарищ командир! А ну, напойте слова, знаете? Да не робей, Смуглянка, ты же истребитель. Значит так. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Товарищ командир, прошу зачислить меня в вашу вторую эскадрилью. И меня, и меня, и нас. Какое училище? Оренбургское, ускоренный выпуск. Взлет-посадка, ясно. На чем играете? В каком смысле? Музыкальном. Ни на чем? Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно. Но музыкантом быть обязан. По-моему, он с мухами. Что-что? Какое училище? Дутар. Оренбургское училище, товарищ капитан. Дутар. Я его с собой привез. Арфа. Но музыку не терплю с детства. Тем более война. Война это все приходящее. А музыка вечно. Тоже говорил мой папа. Между прочим, выдающийся профессор палеоботаник. Из вундеркиндов, значит. А я, между прочим, не в филармонию пришел наниматься, а драться. Младший лейтенант Антонов. Я. Первая эскадрилья. Есть. Младший лейтенант Заиров. Я. Вторая эскадрилья. Есть. Младший лейтенант Сыгдулаев. Я. Вторая эскадрилья. Есть. Младший лейтенант Щедронов. Я. Вторая эскадрилья. Есть! Завтра, от силы послезавтра, война кончится. Первая эскадрилья! Есть! Как только узнают о нашем пополнении, разбежится люфтваффе. Кто куда. Третья эскадрилья! Есть! Орлы! Волки! Курсант! Лейтенант Александров! Да чего ты стоишь? Вторая эскадрилья! Есть! Равняйсь! Ирра! Товарищ командир! Отставить! Вот ваши кони, вот ваши няни-механики. Знакомьтесь. Ну, орлы! Кто из вас Александров? Я, лейтенант Александров. Я ваш механик. Да? Хорошо. А машин полку хватает? Не бойся, безлошадным не будешь. Лейтенант, возле самолета не курите. А я не затягиваюсь. Нет, все равно, ребята, отойдите, пожалуйста. Что? Не нравлюсь? Что вы на меня так смотрите? Ты у меня пятый. Ну что ж, собрать тебя по крылатому строю. Посмотрим теперь, как вы пойдете в воздухе. Кто из вас самый смелый? Ну, смелые здесь все, а самый опытный. Разрешите взлет? Товарищ командир, ракета! За Днепром на плацдарме немцы атакуют и теснят наши войска. Туда срочно переправляется подкрепление. Авиация противника рвется к переправе. На подходе полсотни юнкерсов. Ни одна бомба не должна упасть на переправу. Идем это жаркой. Соломатин прикрывающий. Ясно, как всегда. Титаренко в атакующей группе. Есть. Колосов, я иду с тобой. На подходе не болтать, ни одно слово в воздухе. Я ж так говорил. Тебя, между прочим, тоже это касается. Никаких анекдотов. Ясно. Это вы у него нервные. Все. Выйли через 12 минут. Пацанов не брат. В бой идут одни старики. А мы? Возьмите и нас. Не подведем. Да не спеши ты. На твой век хватит. Мимо. А я ударю... Спасибо, Петров. Занимайся своим делом. Шесть. Есть. Попало. А вам что? Делать нечего? Истребители. Изучайте карту района боевых действий. Вон, как люди делают. Б-5. Потопил. Ура! Смирно! Вольно. Ну, я тебе сейчас... Как аппарат? Что с пушкой? Позову оружейника. Была в порядке. Товарищ командир, задание вып... Потом. Почему вышел из боя? Опять заклинило? Заклинило. Подавай в трибунал, командир. Алешка, пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Всё. До железки. Ну, ладно. Ладно, Макарыч. Что, пощипали? Хуже. Вы что, не ужинали? А ты что, озверел? Тяжело в учении и легко в бою. Тоже мне маэстро нашался. Спокойно. С началом и... Это такая собака, что, когда немцы пришли в село, то всех собак перестреляли. А этого Люба так ховали, что он совсем гавкать не умеет. Добрый вечер в вашей хате. Картопли дасте? Сидайте. Як звуть все волкодава? Як вас. Алешка? Ах, вы! Эй, вы, косите огонь! Солдат! Я? Ты сменился? Так точно. Давай, ребята. Отведи ребят в столовую, пусть накормят. Есть. Пошли, ребята. А приходуем? Обойдемся без подогрева. Ясно. Серьезный, значит, разговор намечается. Что с тобой, Сережа? Ты же истребитель. Все, что ты скажешь, Лешка, знаю. Кончился истребитель, Леша. Все. Я трус, командир. Серега? Помолчи, Леша. Помолчи. Сломался я. Ты поныри, помнишь? Болтуны. Привыкли говорить, немец трус. Немец боится лобовой. Обязательно отвернет. А мой не отвернул. Да так, чтоб плоскости поотлетали. Крылышко влево, крылышко вправо. Отчухался на земле. Ягд догорает, а у меня перед глазами черешня цветет. Работаем на износ, Серега. Знаю, Лешка, знаю. Но поверь, клянусь матерью, я несознательные сбои выходил. Машину чувствую, руки на месте. Рвусь в бой. А как? Вспыхнет. Очнулся. Бой черти где. А я вывалился. Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Подавай в трибунал, командир. Вот рапорт о списании. Куда? В пехоту. К чертовой матери. В штрафбат. К чертовой матери. А кто ж сбивать Бубновую будет? Я с желторотиками, да? Вот это все, что я для тебя сделать могу. А помочь... Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не может помочь. Рождается сам. И умирает сам. Ну ладно, хозяин чаем не угощает. К делу. Давай карту. Садись. Ты себе планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить? А в бою сапог надежный. Ну, кто в бою. Так. По сведениям партизан, противник перебрасывал к нашему плацдарму большую группу танков. Сведения не проверены. Так что, лети. Ходи по крышам. Заглядывай в стволы зениток, а танки обнаружь. А вы знаете, давайте я на трофеи слетаю. На мессере? Свои же могут хлопнуть. Да, а там я зато пройду, как у себя дома. Ну, а что, это мыслить. А своих мы предупредим. Прощупай вот этот лес. Заходить будешь со стороны противника. Ясно. Выйдешь у Некрасовки. Ну, только смотри без фокусов. Я тебя знаю. Никуда не влезать. Себя не обнаруживать. Задание ясно. Разрешите выполнять? Вернуться живым. Успехов. Ну, что, Иван? Пойдем проверим пополнение. Василий Васильевич, может, чайок готов? Чайку? Чайок, да. Так что ж домашек, пока мы будем тут чаи гонять, с полосы успеет убрать разбитый самолет? Слаба! Да выключит его в чертовой матери! Я бы скушал. Поправлю! Поправлю! Успехов! Умирайте, чертовой матери! Умирайте, чертовой матери! Кругом, чертовой матери, чтоб я тебя не видел! Я на задание. Этих под твою ответственность. Гоняй до седьмого пота. Я? Именно ты! Не знаю, товарищ командир! Не знаю, товарищ командир! Кузнечиков ловит. Кузнечиков ловит. От полетов отстранить, ста грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому. Кузнечик! Куда ж лететь-то? Вперед на запад! В такую погоду! Макарыч! В ставки Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. В ставки Гитлера все малохольные. Кузнечиков ловит. Отвинтар! Есть, отвинтар! Вод идет, а! В такую погоду. Что положено Юпитеру, не положено. Товарищ старший лейтенант, мы еще сегодня будем летать? На сегодня дров достаточно. Учить им отчасть. Дай, друг, на счастье, лапу мне. Да не унывай, Кузнечик. Пока подежуришь, АКМС отойдет. Скажи спасибо, что этим окончилось. Шекспир по этому поводу сказал, откуда он взялся. Начальство, наверное. О, солдатская заповедь. Подальше от начальства, поближе к кухне, потопали. Ребята. Простите, это почта? Или военторг? Заблудились, девочки? Ой, собачка. Здороваться надо, мальчики. Здрасте. Идем. Существенное замечание. Товарищи летчики, ставлю всем на вид. Ясно, командир? За мной. Раз, два, взяли! Ну? Пардон, извините, это дело мужчин. Иван, работай. Есть. Работай. Взяли? Где здесь продеваются нитки? Ну, это ведь летающая швейная машинка? Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли. Ах, вы еще и летаете. Простите. Ничего. Дорогой ты наш У-2. Работяга, кукурузник. Ну, ничего. Когда-нибудь мы тебе поставим памятник. Спасибо. Не стоит. Вы москвичка? Да. А, соседи! Первая эскадрилья ко мне. Из соседнего полка ночники прибыли. Как долетели? Кстати, Петя. Очень приятно. Хорош! Привет, боевые подруги. Что у вас, девушки? Бензопровод перебила. Бензопровод? А, между прочим, наши механики вашу этажерку в момент. Кстати, Петя. Петя. Спокойно. Не верите? Я вам хочу сказать. Между прочим. Это гости второй эскадрильи. И лучшие механики находятся здесь. Как и наше традиционное гостеприимство. Так что гуляй, Вася. Мессер! Спокойно. Это свои. Это маэстро. Петя. После тяжёлых и изнурительных боёв, когда идёшь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь заклёпки на вражеских самолётах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И в этом нам помогает музыка, ибо всё приходящее, а музыка вечно. И как сказал Шекспир в 18-м сонетте, в 19-м сонетте Шекспир сказал, гуляй, Вася. Потопали. Эй, ораторы! Ну и дисциплинка! Куда же вы без разрешения старшего, тем более из собственной хаты? Где же ваше традиционное гостеприимство? Истребители! Да, товарищ первый, подтвердилось. Обнаружили. Там, где мы и предполагали. Нет-нет, точно летал. Сколько раз летал? Четыре раза летал, по головам ходил. Четыре раза летал. Наглец, на белом коне, генерал такой сидит. И погону успел рассмотреть. Вылетаем немедленно. Низковато шёл. Василий Васильевич, поехали. Первый ждём. И провожаем. Ну, спасибо. А ты, маэстро, готов дырочку? Ну, Валя, давай мы батиного Казбека. Ты знаешь, по-моему, Прохоровка у меня есть, наверное, фотосъёмки. Сейчас пойду в лабораторию и проверю. По-моему, точно есть. Ну, как хозяева принимали? Сиди, сиди. Да нормально. Но наглецы. А всё ты мне, милый друг, доложил? Всё. Табак хороший. Хороший. А дальше? А ты представляешь, как в оперете. Танки. А вот этот на белом коне, так не ручкой. Ну, ты... Ну, я разочек махнул. Слушай, ну, надо ж было наказать. Это не 41-го. Тебе было приказано не раскрывать себя. Так хрен с ним. А чё же он как на белом коне ещё так... Я тебе эту белую лошадь ещё вспомню. Пошли, иди. А, куда ты пойдёшь, сам? Не понял. Ну, а и люди пошли. Не пригласишь моего друга и командира. Куда? Да сейчас же весь полк рвётся во вторую эскадрилью. Утомлённое солнце Снежно с морем прощало В этот час не знало О нет любви Разрешите? 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 Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Если вот... Понял. Понял. Бабушка, пойдёмте танцевать. Так, куды там? А что мы щас с вами такую барню врежем? Так воны ж не танцуют. Слушай, а чего это мы с тобой не танцуем, а? Мы с тобой своё танцевали. По-моему, ещё в Испании. А, нет. Разрешите? Разрешите, товарищ командир? Видал? Летать не умеют. Стрелять тоже пока не умеют. Но орлы... Да. Все сюда. Всё это красиво, но это общепотребительская кооперация. Кому что нравится. Дорогие гости второй эскадрильи, прошу в малый зал нашей филармонии. Занавес. У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня, как география. Вот Зоечка из Сибири. Край суровый, могучий. И песни такие же. Ревела буря, гром гремел. Воно. Грузия. Горы. И ритм такой кавказский. Воно. Ну, а я из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сель ездили. На чумацкий шлях поглядаючи, млечный путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, у лузи, лузи, червона колына. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста, первого украинского, бывшего ранежского, будущего солиста Большого театра. Очень Большого. Очень Большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Ничьяка мисечно. Командир. По техническим причинам отменяется. Маэстро. 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 Я знаю. Смулья. Смулья. Ну, смотри. Ну. Новинка сезона. Арфы нет. Возьмите бубен. От винта. От винта. Как-то летом на развете загляну в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою зорьки летние встречать. Распудрявый клён зелёный лист резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, как клён пудрявый, Распудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, Раскудрявый листной. А с муглянком молдаванком Отвечала парню лад. Партизанский молдаванский Собираем мы отряд. Нынче рано партизаны Дом покинули родной. Ждёт тебя дорога К партизанам в лес густой. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, Да раскудрявый листной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Плён зелёный, да плён кудрявый, да раскудрявый резной. Товарищ гвардия майор, разрешите обратиться к товарищу капитану. Обращайтесь. Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались, ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали всё необходимое. Спасибо. Пожалуйста. Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Раскудрявый клён зелёный, лист резной. Товарищ парень, мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да плён кудрявый, раскудрявый резной. Товарищ командир полка. Докладывай. У два готов. Спасибо. Заводи. Есть. Ну вот и всё. А всё-таки ему левую лист. Ну вот и всё. Ну вот и всё. Ну вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Ромео из Ташкента загрустил. Джульетта в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошли. Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершили, но то, что эта девочка на войне, это... Краски не хватает. А как у вас? Может пригодится? Краска, Остар! Нет там никаких танков. Я капитану Титаренко верю как себе. И я верю. Но штурмовики летали, соседи работали пусто, танков не обнаружили. Поэтому до сих пор не гвардейцы. Ну ладно, ты, гвардейец, не лезь в бутылку. 150 танков, не коробка спичек. Куда их тянешь? Ну, скоро он там сядет. Вторую. Как только... Да перестань жевать! Как только сядет Титаренко, сразу ко мне. А твой узбеченок цепкой. Подожди, он еще солистом будет. Поживем, увидим. Что они делают? С ума сошли, что ли? Отвернуть! Титаренко, отвернуть! Он что, чокнутый царист твой? Девятый на посадку. Девятый на посадку. Звучит музыка. Девятый на посадку. Ум. Погнал. Погнал. И не холодно. Цолист идет. Товарищ командир, на лобовой атаке условный противник условно сбит. Решите получить замечание. Молодой да зеленый. Ладно, споемся. На виражах слабовато. Старикам перекур пять минут. Вот желторотики ко мне. Буглянка! Я, товарищ командир. Ну что ж, молодежь, завтра в бой. В первом бою для вас главная задача удержаться за ведущим. Можете не сбивать самолеты противника, не стрелять. Удержаться за хвост ведущего, будешь летать. Откроешь варежку, сожрут, чертовой матери пеняй на себя. Для начала запомнить это три нельзя. В бою нельзя быть слепым. Крути головой на 360 градусов. Второе нельзя. Кузнечик. Я. Иди к командиру. Настроение. И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай. И четвертое. Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным. Куда пошлют? Прошу допустить к полетам. И пятое. Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны. Есть. Вы тоже. Кузнечик в училище был лучшим среди нас. Товарищ командир, ему еще нет 18 лет. Вы знаете, при поступлении в училище он приписал себе один год. Но парень... Ну сколько же ему дежурить? До совершеннолетия. Товарищ командир, на КП вызывают. Наблюдал. Во. Только дорогу старшим надо уступать. В трамвае, пожалуйста, но не в бою. Поемся. Выходит, я к теще на блины летал, а вам лип усунул. Ну не могли же они сквозь землю провалиться, эти проклятые танки. И отвезти их не могли успеть. Через час доложу, разрешите вылет. Ну ладно, вылет, вылет. Так где же они? Разрешите вылет. И прикажите установить на маэстере фотоаппаратуру, если вам моего слова мало. Ух ты! Держи. Для чего? Эх, жаль, сильно маловато. Жрет много. А у вас? Где нас так? Слушай, маэстро, что у тебя там за карусель получилось? Учебный бой, готовлю пополнение. Ну и как? В норме. А кто тебя там гонял? Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает. Ну ясное дело, я же не могу отвернуть. Все-таки герой Советского Союза, КМС. Ну да, и девочки из столовой смотрят. Ну да, да вообще не в моем характере отворачивать. А этот прет и все. Пришлось свернуть. Ну, чтоб дров не наломать. А вообще, ребята хорошие, споемся. Вы поторопитесь, мужики. Немцы перебрасывают под Киев наших старых знакомых, лучших стервятников Геринга. Обрадовал. Зачем они на старт явились? Ну, ты эти суеверия брось. Нехорошо. И? Не считается. Во. Не махни на танк, не глядя. Звездочка, звездочка, я маэстро, маэстро. Утюги на месте замаскированы подкопные и сарай подкопный. Квадрат 19, как понял? Понял, понял, маэстро, понял. Квадрат 19, как понял? Понял, понял. Привет соседям. Ну, как у тебя там? Как у тебя там, маэстро? Все нормально, падаю. Ребята, я же свой, советский. Ах, значит, свой советский! Да вы хоть форму посмотрите, ребята! Так он еще и форму насыпил! Ах ты, господа бога душу мать! Так он еще и лается по-нашему! Ах ты, царица полей! Кажись, свой! И передайте в полк, что жив-здоров! Да. Ах! Очень горячее гостеприимство! Доберусь! Да транспортом обеспечим! Ты садись! Сейчас мы тебя отремонтируем, и будет полный порядок! Это чистый, без займа для гостей держим! Фомин, а ну-ка, брось свою физгармонию! Воды гостю! Есть! Сейчас мы с тобой на дорожку и за содружество родов войск! Содружество! Да ты не сердись! Один мастер повадился целую неделю медзомбат в курортке! Представляете? Специально по Красному Кресту бьет свобода! Но ребята решили, что это ты и погорячились! Малости! Да хорошо, что живой остался! Ну, авиация! За победу! Малости! Будем жить! Пехота! Бур change Тихо! Свобода! Свобода! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ему б на вираж уйти, он потянул и... Но отчаянный, ох и парень! Пока взлетали, Фокеров нет, а он бурья не догорает. Его вещи Есенин, там гимнастерка и тетя Дуся, его мама. А как скажут тете Дуся, что он уже, что его, луч уж без вести пропавший. Уже нашего выпуска. А вы знаете, мы с Витькой с одного двора. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Федька повернулся и говорит, вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу... Яглама... Яглама Сенча... Да не плачь ты... С боля! Яглама Сенча... Яглама Сенча... Яглама Сенча... Яглама Сенча... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это все равно Домом пахнет Тополь дерево моей родины Только они у нас Высокие, пирамидальные А как будет по-вашему дом? Меньше знаю Севамат Так длинно? Это по-узбекски Я люблю вас, Маша Девочки, Ромео и Маша Маша Мне пора Да Влетит Если Конечно Только ты иди первой Я не умею оглядываться Ладно И ты не оглядывайся Да Ну тогда я пошел До свидания До свидания Счастливой дороги До свидания Не будем оглядываться Новаков Поздравляю Не подведу Кожанов Кожанов Отлетал Сокожанов Титаренко Поздравляю Хотите что-нибудь сказать? Да нет Не умею Я лучше в бою скажу Тоже верно Ну вот и стала наша партия На восемь человек больше На шесть На восемь комсорг На восемь Поздравляю вас, коммунисты Ну а вам, капитан Титаренко Сразу же партийное поручение Садитесь, товарищи Садитесь Вы уже встречались С этими Бубновыми асами Геринга Так точно Горят за милую душу Ну-ну-ну Противника недооценивать нельзя Немец-мужчина серьезный Но вот то, что они горят за милую душу Это вот как раз молодыми надо объяснить На них ведь рассчитана вся эта шумиха С размаленными тузами, драконами Ну и прочей нечистью Расчет на психологию Запугаешь до боя Сразу преимущество Его запугаешь Новичкова у вас в полку много Это да Так твоя первостепеннейшая задача, капитан Объяснить им все это Ну, подоходчивый, на личных примерах Ясно, товарищ майор У меня с Бубновыми свои счеты имеются Так и писать? День у вас такой, как у нас За что поцелуйте? Ну, может, многоточие поставим? Грубо! Дипломатический документ Казацкое послание султану Готово! Так, кузнечик Переведи на немецкий Есть! Быстро, но постарайся так, чтобы это Был добротный Литературный язык Готово! Что, вот это все? Ну, остальное переводу не подлежит Кэмпфы мит мир Альайн Верн де штарц Верден вернцник бешисен Маэстро! Ни тянь, а то получишь по шею Выходи драться один на один На взлете бить не будем, маэстро! Ну вот! А целый день писать! Стилист, не смешно, но точно После войны редактором будешь А во время войны летчиком Товарищ командир, разрешите летать Потом поговорим Давай старый унт, письмо туда А это пусть они сами переведут Попоте... Командир, летим все эскадрильи? Нет Как, сами полетите? Ведомым со мной пойдет Старший лейтенант Скворцов Есть! Есть! Серега, вызов приняли Не отрывайся, заходим от солнца Есть! Серега, у меня отказало оружие Что будем делать? Имитируй атаку, прикрой атакую Понял, Леша, понял! Тоже мне рыцарь Поднимай вторую Лешка, мысер на хвосте, Леша! Держись, Леша! Горись, Бубновый! Девятый, девятый, оттянись назад Твои в воздухе Понял, батя, понял! Иди, Леша, я их спешу, Лешка, уходи! Нет, теперь мы дуэтом споем, Серега! У тебя же оружие, Лешка! В порядке оружие-то я тебе купил! Я покажу вам педагогику Что это главное Почему? Ну? Что там? Что там? Горонин, что здесь? Пока-то, Кровь! Лешка! ИHz-лакие-то яблокует Игры-то,as Algun 09 Товарищ командир, что с вами? Вы целы? Краску давай. Какую краску? Звездочки молевать. А, это я сейчас мигом достану. Достану. Вечно у тебя. Свою надо иметь. Сколько рисовать? Две? Бегу. Две. Тут одного пока завалишь. Запаришься. Я к нему приклеился. А он, как вертится, как на сковородке. Вдруг меня сзади, как и... Еле-еле выкрутился. Хочешь жить, умей вертеться. Да. Причесали мы бубновых. А что? Эта маска меня устраивает. А ты что скажешь о драке Ромео? Я? Да. Бой видел. Все видел. Кресты, 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 кресты. Ну, а сам-то стрелял. А как же? Все до последнего патрона. Вот только все мимо. Мимо. Что скажет Джульетта? Товарищ командир, женский полк будет базироваться у нас на аэродроме. Вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки. Перестань пошлить. Иди, иди. Она тебя уже искала. Да. Товарищ командир, разрешите на минутку. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание. Командир, тихо. Журавли? Да вроде бы рано. Уцелели. Слушай, Леша. Серега, не надо слов. Помолчим, командир. Мессеры! Юнкерцы! Моздух! Куда, пацан? За мной! Влезь! Куда ты? Увлечить, ложись! Убьют, пацан! Вернись! Куда ты? Отвиньтар! Есть отвиньтар! Он с ума сошел. Сладел! Сладел! Кузнецик кибет швалым. Кто взлетел? КМС Кситаренко. Отвиньтар! Есть отвиньтар! Ребята, вот это номер! Кузнечик завалил Мессер! Мессер! Жвет! Скорее, кто взлетел! Хм. Какой shoe? Ой, осеньо. Тихо! 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 И раз! И раз! И раз! И раз! Голубь ты мой! Спокойно, не надо оваций. Ребята, ребята, наш кузнечик идет! Мирное оравнение на Средину! Между прочим, где мои сто грамм за сбитый? Какой сто грамм, дорогой тебе бочка? Я не пьющий, но дело принципа. Молодец! Спасибо! Спас Бог! А сбил? Сбил-то как? Чуваржете, оставьте! Учитесь! Почерп против всех законов физики на взлете! Не я выслушаю! Поволчи! Начальник штаба! Оформляй наградные документы! Не на меня! Это на лейтенанта Кузнечика! Как тебя? Александров сбил! Кузнечик? Вот именно Кузнечик! Разыграй, Кузнечик! Ты сбил! Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев! Да, молодежь! Ас! Ух! Ас! Ух! Разрешите? Захожу я ему в хвост, снабженцы уже здесь! Добрый вечер! Здравствуйте! Боевым подругам! Как перебазировались? А вот за это можно загреметь на гугу! Старшина на весь полк заготовил березовые веники для бани! А они увели! Вы на них не обижайтесь! Пожалуйста! Спасибо! Так вообще, ребята, они ничего! Ну вот, некоторая эстетическая недоразвитость! Зоечка! А скажите, пожалуйста, кто вот эти парни? По-моему, они не с нашего двора! Они даже не с нашей улицы! Это точно! Тише, товарищи! Прошу тишины! Лектор Кузнечик просит еще две минуты! Нарушит! Выгоним из палатки! Продолжаем! Я о любви! Да нет, я не шучу, я серьезно, ребята! Вот ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает! Созидает только любовь! Только любовь! Любовь! Вот с Серегой от Бреста до Сталинграда топали с любовью! И от Сталинграда сюда до Днепра! С любовью! Я по этому маршруту смогу через сто лет без карты летать! Потому что по всему маршруту могилы наших ребят из поющей! И там ни одна эскадрилья, там дивизия легла! А сколько еще! Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу развалинами Рейхстага удовлетворен! И можно хоть домой сады опрыскивать! Командир! Когда вы будете в Берлине автографы оставлять, я вас очень прошу, посмотрите повнимательнее! Там уже будут наши подписи! Первая эскадрилья! Да какая разница, браток! Наши, ваши! И вообще там первым распишется рядовой пехотный Ваня! Да и по праву! Вот так! Командир! Все приходящее, а музыка вечно! Будем жить! От винта! Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского! Будущего солиста Большого театра? Так это запросто! ПЕСНЯ 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 Мы для Brush ПЕСНЯ 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 Серега, прыгай! ПЕСНЯ Ребята! ПЕСНЯ Будем жить! Субтитры подогнал «Симон» 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 Самое тяжелое в нашей работе ждать. Вот это заходит на посадочку. Тоже мне. Старики называется. Ромео, держи машину. Ничего не вижу. Держи машину, Ромео. Спокойно будем садиться. Убери газ. Убери газ. Ничего не вижу, командир. Спокойно, Ромео, сядем. Добирай ручку на себя. Внимание, земля. Выключи зажигание. Молодец, парень. Зорвите фонар! Доктор! Отойдите все! Что? Командир, я сел. Зорвим... Таня, елкат Макарыч, Макарыч, ты уж там сам как-то, Маше, первый скажи. Да, улетел девичий полк. А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой. Командир! Командир! Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу... Пусть они нам сыграют. Нет, ты знаешь, я... Я сам... Скажу... Извини, маэстро. Да, и я. И как в черном смуглянку. От начала и до конца. Степная трава Пахнет горечью Молодые ветра Зелены Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо прошедшей войны Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо прошедшей войны Я сегодня до зари встану По широкому пройду полю Что-то с памятью моей стало Все, что было не со мной помню Бьют дождинки По щекам палы Для вселенной двадцать лет мало Даже не был я знаком с парнем Обещавшим я вернусь, мама А степная трава Пахнет горечью Молодые ветра Зелены Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо прошедшей войны Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Т.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...